Намасте! Снова и снова мы будем говорить о картине мира, о нашем восприятии. Мы редко задумываемся, что главным в нас является восприятие. Это восприятие ложное, поэтому всё исходящее из этого ложного восприятия уже тоже не имеет никакой ценности. И вчера Гуру Девна Сатсанге снова говорил о том, как нам воспитывать воззрение. Снова обращал наше внимание на важность воззрения, на пребывание в состоянии воззрения. Что же такое воззрение? Воззрение – это передача от мастера на видение реальности, истинное видение реальности. Но мы уже с вами говорили о том, что святым трудно ограниченным живым существам передать истинное видение реальности. Потому что истинное видение реальности находится за пределами концепций, двойственных понятий, дуальности. Если мы поразмышляем, каким образом мы воспринимаем реальность, то мы увидим на основе дуальности. Кажется, ну что же тут дуального? А именно дуально. Тень нами воспринимается, потому что есть ночь. Свет воспринимается, потому что есть понятие тьма. То есть любое понятие, которое мы с вами определяем и затем обнаруживаем в бытие, дуальности представляет собой противоположность. То есть мы находим всегда противоположность этому. Даже такие понятия, которые нам кажутся, не имеют противоположности, они всё равно имеют противоположности. И поэтому ум за счёт дуальности осуществляет выбор. Если бы дуальности не было бы, то ума не было бы возможности выбора. А так вот есть дуальность, значит есть выбор. Есть возможность выбирать. И вот этот выбор, он не основан на самом деле, на истине. Он основан на просто созданных внутри ума понятий. И теперь он апеллирует этими понятиями и якобы делает выбор. И у нас возникает иллюзия того, что у нас есть свобода выбора. Никакой свободы нет. Это глубокие уровни переживания и осознания, которые нам надо всем проходить. Но для того, чтобы нам начать вообще что-то осознавать, потому что ведь можно осознавать свои мысли, свои чувства, породить глубочайшие развлечения в отношении этого, или осознавать мир в его тонких граних, оттенках и так далее, и погрузиться в этот мир. Тоже породить в отношении него бесконечную развлечающую мудрость, ясность и оперировать этой мудростью и ясностью. Но так и не выйти из концептуального восприятия реальности. То есть концептуальное восприятие реальности, оно существует на разных уровнях. Оно не только на уровне нашего обывательского мышления, восприятия реальности, или только на уровне маноса. Двойственность существует и в более глубинных слоях нашего сознания. И вот что мы делаем? Мы сразу стараемся внутри себя воспитать привычку смотреть в недвойственное восприятие, видеть глазами недвойственности. И естественно, мы сами сделать это не можем. Сколько бы мы это интеллектуально себе не объясняли, не порождали новые гениальные идеи по поводу этого, но мы понимаем, что есть вкус, есть вкус раса, этого переживания. И нам необходима раса. Вот только когда возникнет раса, мы можем сказать, да, теперь это понятно. И вот расу передают мастера, реализованные мастера. Поэтому пути адвайты, то есть учения недвойственности, очень важно встретить мастера, который бы передавал вкус этой недвойственности. Иначе, читая интеллектуально и слушая интеллектуально сатсанги, можно породить много по этому поводу измышлений, но так и не выйти в это исконное переживание, естества своего ума. Мастер даёт расу вкус. Чем более высокий уровень мастера, тем более мы имеем шанс получить это переживание. Почему? Потому что мастер не обуславливается не двойственными представлениями ученика, а не его кармами. Либо мастер через связь свою передаёт ученику эту расу, либо, если это ещё более искусный мастер, он может не только через связь ученику передать, он может передать это переживание искусными методами, способами, научив ученика и прийти к этой расе, к этому переживанию. Поэтому также на духовном пути и играет роль мастерство. То есть мы говорим, не только мастер нужен, и вот мы ему отдали всё, и сказали, вот мастер даст мне вкус переживания и недвойственности. И я как бы должен просто расслабиться, отдаться этому процессу в какой-то момент и пережить. Но мало пережить вкус погружения в своё естество. Необходимо затем его удерживать. И вот удерживать мы должны сами. Не будет мастер 24 часа в сутки держать нас в поле своего недвойственного осознавания и не давать нам ни на минуту выйти из этого. Ну, это глупо было бы, потому что каждый из нас, душа, которая обладает свободой воли, эта свобода воли по праву ей принадлежит, само божественное пространство, творение, оно создано, чтобы душа могла проявлять свою свободу воли, которой она наделена. Поэтому мастер, понимая божественный принцип, естественно, помогает ученику развивать его свободу воли, давая ему наставления. А уже как ученик отнесётся к этим наставлениям, насколько он применит, зависит от каждого из нас. Итак, нам необходимо получить расу переживания во зрении. Нам необходимо интеллектуально понять для себя во зрении. И поэтому мы многократно, многократно приходим на сатсанги, сидим у стоп-мастера и проникаем в это видение реальности. Сначала это интеллектуальное проникновение, и невозможно так, что вы пришли на сатсанг один раз, получили это проникновение. И всё, этого достаточно, и вы пошли дальше жить, говоря, что всё это знание у меня теперь есть. Я понимаю, что мир – это действительно иллюзия, и всё есть абсолют, и я сам брахман, и всё. И на этом всё закончилось. Ты остаёшься тем же обусловленным, ограниченным существом. Ты не играешь с подсанно, как ситхи. Ты не распознаёшь реальность, как божественную игру. Для тебя эти слова ничего не значат переживания. Может быть, они в интеллектуальном понимании. Да, я об этом слышал, я это знаю. Но они ничего не значат для тебя, как переживания в твоём и осмыслении. Поэтому очень важно многократно слушать мастера и получать воззрение, проникать в недвойственную реальность бытия. И неважно, о чём говорит мастер на сатсанге. Если мы приходим на сатсанг, вот слово сатсанг, отличие от лекции, это погружение в эту недвойственную реальность бытия. Но мы должны быть ещё готовы, сонастроены с сознанием мастера, который транслирует нам это недвойственное осознавание. Если мы не сонастроены, тогда мы получаем некое интеллектуальное знание. Поэтому кто-то, присутствуя на сатсанге, воспринимает сатсанг как лекцию. А кто-то воспринимает действительно сатсанг. То есть он за время пребывания на сатсанге входит в другое измерение восприятия реальности и, следовательно, самого себя. Потому что восприятие реальности происходит через нас. Восприятие реальности связано напрямую с нами. Поэтому если у нас видение в отношении реальности меняется, то, естественно, и оно меняется внутри нас, меняя нас. И мы об этом тоже уже говорили. Таким образом, многократное пребывание на сатсангах мастеров позволяет нам понемногу, постепенно привыкнуть к этому новому видению восприятия реальности. И начать привыкать к тому, чтобы воспринимать реальность через призму духовного опыта постижения мастеров, святых. Это еще пока не является нашим опытом, но мы стремимся к этому. Поэтому важно сидеть у стоп-мастера. Вот так говорится. И каждый ученик в физической традиции старается как можно больше времени провести рядом со своим мастером, сидя у его стоп и пребывая в состоянии сатсанга. То есть получение от мастера переживания недвойственности, попытки вхождения в эту недвойственность, которую мастер может описывать, может не описывать, просто транслировать молча. Но ученик получает это. Далее. Мы получаем от мастера метод. И мастер начинает нам давать наставления по тому, как работать с этим методом. И если ученик действительно работает с методом, то у него всегда есть практические вопросы к мастеру, как углубляться в этом методе, как практиковать этот метод, нет ли ошибок или отклонений в практике того или иного метода. Далее. Городев на Сасанге сказал, мир реален, как сознание. Когда мы слышим первую формулу о том, что мир нереален, мы можем принять это, можем согласиться с этой идеей, но мы не понимаем глубоко, мы не понимаем, в чём нереальность мира. Ведь мы воспринимаем, ощущаем, переживаем мир. Мы страдаем в этом мире или мы радуемся? Мы проживаем жизнь в этом мире. И в чём же нереальность мира? И вот здесь мастер подробно объясняет. Нереальность не самого мира. Мир реален, как сознание, но мир нереален, как твоё восприятие. Потому что ты воспринимаешь мир не через живое своё осознавание, а ты воспринимаешь через понятия, которые ты впитал и которые стали твоим умом. Через опыт, который ты когда-то получал, и отпечатки, впечатления осели в твоём тонком теле. И через призму этих отпечатков ты теперь видишь реальность тем или иным образом. И есть такой пример, и, по-моему, Гуру Дэв тоже его приводил, что и будущее ему не приводил, но немножко в другой интерпретации, что если в прошлой жизни или в нескольких жизнях было так, что женщины с определёнными признаками были для вас добры, то и в этой жизни, встречая женщин с такими признаками, вы будете, первое ваше восприятие будет, что это добрый человек, эта женщина добрая. Вот таково наложение нашего опыта на восприятие реальности. Или, допустим, нам что-то нравится, мы в чём-то предпочитаем какой-то вкус, пищу, еду, а что-то ненавидим. И иногда бывает так, что человек ненавидит то, что его заставляли насильно есть в детстве, говоря, что это полезно, это нужно. И прививая таким образом к человеку отвращение, отказ от этого блюда. И потом, когда человек вырастает, то он говорит, мне не нравится это блюдо, я ненавижу его, оно неприятно мне. Но на чём основывается эта оценка? Она основывается на том неприятном опыте, который мы получили в детстве, когда нас заставляли, когда мы не хотели этого есть, а нас заставляли, говоря, что это нужно, это полезно и так далее. И вот это противостояние, сопротивление внутри нас, оно осталось как отпечаток, и оно наложилось именно конкретно на это блюдо. И когда мы вырастаем, то мы не можем его есть, оно нам не нравится, и мы категорически от него отказываемся. И это просто такие примитивные примеры для того, чтобы нам было просто понятно. А есть очень сложные примеры, которые мы не распознаём с первого момента. И именно когда мы углубляем своё осознавание, мы обнаруживаем, что действительно мы воспринимаем реальность через призму отпечатков, которые очень глубоко осели в нашем подсознании. Именно они определяют, окрашивают видение реальности. А вот когда мы говорим о воззрении, то есть о живом восприятии реальности, то мы говорим о том, что нам нужно выйти из этих отпечатков, выйти из этих обусловленностей, ограниченностей, выйти на уровень чистого пространства осознавания и попробовать из этого пространства осознавания воспринимать реальность. И реальность представится перед нами совершенно в другом облике, в другом переживании, в другом восприятии. И так как мы в этом переживании глубинным становимся тоже объектом, потому что до того момента, пока мы не распознаём, что отпечатки, чувства, определение, оценочность, критика, присущая нам и так далее, всё это нами не является, это просто набор, с помощью которого мы определяем реальность. Но когда наше осознавание углубляется, мы этот набор видим, мы видим его несовершенство, мы видим, что этот набор нам показывает только малую край реальности и не отражает совершенно полноты самой реальности. И выходя из этого набора данных внутренних, мы вдруг обнаруживаем, что реальность бескранична в своём восприятии, что мы являемся сознанием, которое способно раскрывать разные грани этой реальности в зависимости от того, какое мы выбираем восприятие её. И вот когда говорится об иллюзорности мира, то именно об этом говорится, что вот все обусловленные представления восприятия реальности, они нереальны, они рассыпятся, как только ты откажешься от них, как только ты отделишься от них. А истинная реальность, она пребывает за пределами этого нашего двойственного измышления, нашего ментального восприятия реальности, нашего чувственного восприятия реальности, нашего эмоционального восприятия реальности, нашего восприятия реальности через наше воспитание, через культуру, которую мы усвоили и так далее. И вот в этом плане мир нереален, он абсолютно нереален. Он реален только в плане того, что сама чистая природа сознания формирует перед собой тот мир, который она хочет отразить в поле своего чистого осознавания. Также гуру говорил нам, что такое восприятие реальности радикально меняет нас самих, меняет наше отношение к миру и к самим себе. Это действительно так, потому что как только мы признаём идею нереальности этого мира, мы сразу должны подвергнуть сомнению самих себя, потому что эту картину мира видит кто? Вижу я. Следовательно, у меня возникает вопрос, я-то кто в восприятии? Я-чувства, я-мысли, я-мой способ мышления, мой способ анализа, восприятия реальности через эту призму, что во мне является воспринимающим эту реальность. И это начинает радикально действительно нас менять. этот вопрос глубинный, и мы сразу не находим на него ответа. И мы понимаем, что нам необходима какая-то глубинная работа, которую необходимо совершить для того, чтобы выйти в понимание, а как я воспринимаю реальность? Действительно ли я её воспринимаю через то чистое сознание, которое внутри меня есть как источник восприятия? Мы даже этого не осознаём. Мы механично воспринимаем реальность. Мы говорим, это нравится, это не нравится. Это такое, это такое. Почему это такое? Это красивое, это уродливое. Другой человек смотрит и говорит, да нет, это тоже красивое. Я тоже в этом вижу красоту. А мы видим в этом уродство. Почему? Почему такое разное восприятие? На чём оно опирается? Это нравится, это не нравится. На чём опирается наше нравится, не нравится? Наше предпочтение, наше отрицание, отказы, наша обусловленность, наша реакция. У одного человека на то или иное событие одна реакция, у другого — другая реакция. На чём это основано? На мне. Это всё основано на мне. И мы начинаем исследовать собственную природу, собственную природу своего существования, кем мы являемся тогда. И вот это уже мастерство, это уже попытка этого зрения привнести в повседневную жизнь, работать с этим. Для этого нужен метод, наставление, как с ним работать. И вот есть санкальпы — это сон. Это одна из первых базовых санкальп, которые практикуются в разделе учения «Прачные янтры». Именно в разделе учения «Прачные янтры» мы обучаем принципу созерцания. Передаёт гуру воззрение, передаёт методы работы с этим воззрением через методы созерцания. И передаёт также, каким образом изменить образ жизни, чтобы ты мог применить эти методы. Потому что мы не можем практиковать методы, когда мы их получаем, мы понимаем, что мы не можем их даже практиковать. Что нам необходимы какие-то условия внешние, вторичные, которые позволяли бы нам освоить этот метод. И вот здесь мы начинаем понимать, что надо ещё и жизнь менять. То есть если мы хотим серьёзно заниматься духовной практикой, то нам надо что-то менять в своей жизни. Не просто встретил мастера, получил сатсанг, передачу расу, вкус, получил методы, начал практиковать. Начал практиковать и вдруг не работает. Или нет времени практиковать. Понимаем, надо что-то менять вовне. Надо изменять способ жизни, для того, чтобы была возможность этот метод нарабатывать. Нужно находить время, чтобы уединяться, уходить в ретрит. И в ретрите углублять нарабатывание метода и углублять своё осознавание. Поэтому с нами происходит глубинная трансформация, изменения. И далее мы должны привнести во зрение в поведение. Это новое видение, восприятие реальности мы должны соединить с энергией. Вселенная — это энергия бытия. Это бесконечная энергия бытия. Мы должны понять, как взаимодействовать с различными энергиями Вселенной в относительном измерении. И это определяется в нашем поведении. То есть кроме того, что мы получаем передачу во зрение, углубляемся через метод в это во зрение, стараемся понять, понять, как оставаться в нём, как углубляться в нём, применяя метод, нам необходимо затем привнести это во зрение в своё поведение, то есть в свою жизнь. Привнести в каждый акт своей жизни. И как, в каких энергиях, как проявлять своё во зрение, как проявлять своё осознавание. Мы должны всему этому научиться. И опять-таки нам нужно получить наставление от мастера, потому что здесь мы неопытны. Это подобно тому, как Гор привёл в этом сатсанге вчерашнем пример с ребёнком. Детское сознание, оно неадекватно воспринимает взрослую жизнь, ну, потому что оно детское. И ребёнок учится. Его учат родители, его учат школа, его учат его окружение, друзья, его компания и так далее. И постепенно он взрослеет. То есть ребёнок взрослым становится не потому, что выросло его тело от пятилетнего до семнадцатилетнего. Ребёнок взрослеет через воспитание, образование, культуру и так далее. То есть родители стараются воспитать в ребёнке определённое восприятие реальности взрослого человека. И вот в какой-то момент ребёнок вырастает, то есть он погружается и начинает воспринимать это восприятие реальности, как воспринимают взрослые люди. Тогда он становится адекватным ко всем проявлениям взрослого мира. Также и воззрение. Нам необходимо понимать, как воззрение применить в тех или иных условиях своей жизни, взаимодействуя с теми или иными энергиями. И для этого нам тоже необходимо получать наставление. И таким образом мы видим, что духовный путь — это глубочайшая трансформация, это глубочайший процесс, который с нами происходит. Это не то, что мы пришли, послушали лекцию или послушали соцсанг, и всё. Я знаю, и мы дальше движемся и продолжаем жить тем же способом. И если что-то в нас радикально не изменится, то мы действительно, мы просто усвоим это на уровне понятийного ума. и не двинемся в глубины своего осознавания. Не двинемся в тот прекрасный, божественный, мистический, магический мир, о котором говорят святые. И так же, в монета. Продолжение следует...